В июне 1990 года четверо студентов Брауновского университета Грег Диакампа, Дэвид Фостер, Дэвид Хёрпстман и Дэвид Симмонс основали стартап COSA – The Company of Science of Art, компания науки и искусства. Случилось это все в городке Провиденс, штата Род-Айланд. Команда ставила своей целью стать поставщиком контента. Для этого COSA планировала разработать систему авторинга электронных журналов на платформе Macintosh. Первая же презентация компании провалилась на выставке Mac World Expo в Бостоне, но вдохновила ребят на создание PACA – Pix Animation Compiler, позволявшего воспроизводить анимацию, синхронизированную со звуком. Тем временем в Apple разрабатывалась новая технология – QuickTime, изменившая саму идею приложения. Теперь парни решили делать софт, позволявший создавать анимированные эффекты с любыми медиаданными – от MIDI-файлов до текстовых документов. Однако из-за своей масштабности идее не суждено было сбыться, так как COSA все-таки была маленьким стартапом. В итоге урезанную версию программы, в которой остались только ключевые элементы, выпустили в январе 1993 года под брендом After Effects. Кстати, среди вариантов имен фигурировали также Video Banana, Movie Twist, F-Extasy. Уже в июле 1993 года стартап COSA вместе с наработками приобретается корпорацией Aldous, разрабатывавшей PageMaker. В свою очередь Aldous присоединилась 1 сентября 1994 года к компании Adobe. Так After Effects начал свой удивительный путь к мировому признанию. Первая версия After Effects позволяла делать композинг слоев, создавать простые маски и производить базовые манипуляции со слоями. Анимация создавалась с помощью ключевых кадров. Первый After Effects работал исключительно на платформе Mac. Во второй версии, выпущенной в январе 1994 года, появились Motion Blur, поддержка импорта секвенций, мультимашинный рендер, прокси-файлы и фрейм-блендинг. Версия 3.0, выпущенная в октябре 1995 года, ознаменовалась значительным прогрессом в разработке. Добавлены такие возможности, как очередь рендера, маски без Е, тайм-ремаппинг, кейфрейм-ассистент, инструменты Wiggler, Motion Sketch и Smoother. Стал возможным использование нескольких эффектов на одном слое. Появился предтеча граф-эдитора, Velocity Graph. В этой же версии добавлена поддержка импорта слоев фотошоповских файлов и постоянное растрирование для файлов иллюстратора. Появилась поддержка альфа-канала и режимов смешивания слоев, а также поддержка не квадратных пикселов, актуальная для телеформата. Двумя годами позже, в мае 1997 года, вышла версия 3.1, первая версия After Effects для Windows. Четвертая версия After Effects появилась в январе 1995 года. Инженеры Aldous не теряли времени даром и добавили следующие улучшения. Окна с вкладками, несколько масок на одном слое, аудиоэффекты, появился корректировочный слой Adjustment Layer, RAM Preview, импорт файлов Premiere, добавили эффекты искажения, эффект Particle Playground, были добавлены эффекты трансформации, направляющие и сетка. After Effects 4 версии имел поддержку слоев иллюстратора и цветных лейблов для слоев. Версия 4.1, выпущенная в сентябре того же года, дополнила After Effects следующими функциями. Окно Flowchart, папка Watch Folder, поддержка размеров изображения со стороной в 30 тысяч пикселов, эффекты 3D Channel, а также команда подготовки файлов к экспорту Collect Files. В апреле 2001 года Aldous выпустила по-настоящему прорывной продукт After Effects 5.0, содержащий значительные изменения. Так, например, появилась поддержка 3D-слоев, связка слоев через Parent Child, векторное рисование, поддержка выражений, инструмент Pequip, Хлыст, рисование масок в окне композиции, также добавили поддержку 16-битного цветового пространства и расширенный функционал для масок, изменение цвета, прозрачности и границ. В пятой версии появился импорт PDF-файлов, режим Solo, также стало возможным изменять значение с посредством перетаскивания, теперь можно было изменять порядок эффектов, и это влияло на результат. Добавили оптимизацию проекта, Reduce проект и поддержку вывода файлов размером свыше 2 ГБ. Шестая версия After Effects увидела свет в августе 2003 года и, так же как и предыдущий выпуск, содержала интересные опции, такие как эффект рисования Paint, текстовые слои с поддержкой аниматоров, редактируемые текстовые слои фотошопа, поддержка OpenGL. В шестой версии появился Motion Tracker, инструмент Rota Bezier, а также были добавлены эффекты Key Light, Liquify, Scribble, Dust & Scratches. Прошло три года, прежде чем Aldous в составе Adobe представила седьмую версию софта. В январе 2006 года в After Effects появилась поддержка OpenGL 2.0. Инженеры полностью переработали интерфейс и добавили Graph Editor, а также поддержку 32-битного цветового пространства и 32-битный звук. After Effects седьмой версии был интегрирован с Adobe Bridge, имел поддержку управления цветовыми профилями, были добавлены опции Dynamic Link для интеграции с Premiere, также появился скрипт-эдитер, опция Autosave, эффекты Smart Blur, Lens Blur и размытие для отдельных символов текстового слоя. В феврале 2008 года Aldous в составе Adobe выпускает After Effects CS3, версия софта 8.0. В приложении появляется поддержка таких революционных инструментов, как Shape Players и Puppet Tool, которые полностью изменили подход к персонажной анимации. Также добавили инструмент «Мозговой штурм» и возможность импорта точки схода Photoshop Vanishing Point. Появилось проигрывание звука в режиме реального времени. Добавили одновременный рендер нескольких фреймов, импорт файлов SVF, а также линейное цветовое пространство, позволяющее создавать приближенные к реальности визуальные эффекты, а также полное управление цветом в рамках проекта. В этом же году было выпущено обновление CS4 версия 9.0 с поддержкой быстрого поиска в проекте и на таймлайне. Были добавлены инструменты Mini Flowchart, возможность разделения измерений, поддержка приложения Mocha, Effect Cartoon и XMP метаданные. Релизы до версии CS5 выпускались с компанией Aldous, а с апреля 2010 года разработкой After Effects занимается непосредственно Adobe. В апреле 2010 года выпущена первая версия After Effects, которая была разработана Adobe CS5 версия 10.0. С этого момента приложение работает только на 64-битных операционных системах. Представлены следующие улучшения. Инструмент Rotobrush, Effect Refine Matte, Mocha 2-й версии, поддержка лут-файлов, поддержка AVC Intra и Red, Effect Synthetic Aperture Color Finest 3, Digi Effects Freeform, режим автоматических ключевых кадров. Спустя три года, в апреле 2011 года, Adobe разработала After Effects версии 10.5, CS5.5. Среди нововведений эффекты Warp Stabilizer Effect, позволяющий стабилизировать картинку. Поддержка 3D-стерео, интеграция с Audition, была добавлена возможность затухания для источников света и экспорт проекта в версию CS5.0. Годом позже, в апреле 2012 года, Adobe представила After Effects версии 11, CS6. Нововведения коснулись самой системы кэширования. Появилась такая опция, как глобальный кэш-операций. Был добавлен 3D-трекер, поддержка Ray Tracing, маски с возможностью изменения края, новые обновленные эффекты, импорт проектов Final Cut и Avid, улучшенная поддержка GPU-акселерации, эффект Rolling Shutter Repair, а также Mocha для After Effects CS6. Июнь 2013 года, выпущена версия 12.0. Adobe After Effects Creative Cloud стала первой версией в новой концепции облачного софта, в которой появились такие опции, как интеграция с Maxon Cinema 4D, инструмент уточнения края маски, Refine Edge Tool, снеппинг слоев, функция поиска отсутствующих шрифтов, эффектов и других материалов по проекту, а также бикубический метод масштабирования. В апреле 2014 года вышла 13-я версия After Effects Adobe After Effects Creative Cloud 2014, среди нововведений эффекты K-Cleaner и Advanced Spill Suppressor, шаблоны текстовых слоев, редактируемые в Premiere, опция Compositing Options для любого эффекта, просмотр на внешнем мониторе с использованием Mercury Transmit. В июне 2015 года вышла версия 13.5 Creative Cloud 2015. Это одна из самых неоднозначных версий, ознаменовавших начало изменений. Представлен Adobe Character Animator, опция непрерывного воспроизведения, поддержка библиотек Creative Cloud, инструмент для трекинга лица и куча багов и проблем с превью. В последнем обновлении эти баги были наконец-то исправлены, и последняя стабильная версия After Effects — это версия Creative Cloud 2015 13.7.1. Что же сейчас в планах у разработчиков? Судя по информации гуляющей в сети, это новый улучшенный движок на базе к CPU и улучшенная поддержка GPU для эффектов Lumetri Gaussin Blur и, возможно, папки для прикомпозов. Напишите в комментариях, какая версия After Effects, по вашему мнению, была самой удачной, а какая наиболее неудачная. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал. Пока!